Российский военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал наметившееся взаимодействие Армении с НАТО, все эти факты, если они безусловно подтверждаются, говорят о дальнейшем отрыве Армении от России, и о резкой смене позиций Армении в составе организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Армения отворачивается от России. Вы понимаете, что у нас внутри ОДКБ есть неписанное правило, у нас есть свой устав, у нас есть свое руководство, и когда совершаются вот такие заигрывания с другими военными союзами, альянсами, блоками, то об этом приличные, я вам скажу так, приличные союзники ставят в известность и объясняют почему это делается. Совершенно очевидно, что Армения залезает под юбку Североатлантического блока. А это сулит нам, в общем-то, не очень-то позитивное дальнейшее развитие событий в российско-армянских отношениях. Я хорошо знаю, какие активные контакты ведут разведка Армении, военная разведка и разведка НАТО. Я знаю количество шпионов американских, разнокалиберных. Безусловно, все это у нас вызывает, мягко скажу, законную или закономерную обеспокоенность, но мы не собираемся вставать на колени перед Арменией и скажем по-офицерски просто уходите, уходите. Заявил Баранец. Однако, не оставляет надежды на то, что сотрудничество двух государств вернется в русло добрососедства и взаимопонимания. В итоге, выдворение российских войск села территории Армении, и появление натовских объектов и баз на территории Армении. Если к другому уходит невеста, еще неизвестно кому повезло. Я говорю с солдатской прямотой. У меня есть очень большая надежда, что в недрах армянского народа есть здоровое ядро, которое выбросит и Пашиняна и всю его пронатовскую политику. И мы все-таки заживем, как надо жить достойным союзником. Потому никто еще не смог разрубить наш союз. Не думаю, что гнилые американцы смогут отравить ядом отношения Москвы и Еревана, России и Армении, резюмировал Баранец.